Друзья мои, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. То, что я вам рассказал в последнем видео, произошло с неимоверной точностью. Виток пошел до зоны 8800, от нее отбился вверх и потом ее пробил. На данный момент с вами можем наблюдать 8600+, 8650, если быть точнее. Несмотря на то, что на данный момент мы с вами пробили зону 8800, перед походом на 8200 у нас есть зона 8600, но она довольно простая. И думаю, с вами мы сейчас в ближайшее время ее пробим, мы увидим 8400, 8200. Сразу же хотел подать рекомендации тем, соответственно, кто со мной уходил по 8400. Перезаг на 8200, но он сейчас довольно оправданный. Но я думаю, что зону 8200 мы с вами тоже пройдем и зоны 7800 мы увидим. Там где-то я буду перескопаться по биткоин. Но лично я бы акцент на биткоин не делал. Смотрите, я вам прогнозировал биткоин-голд в зоне 50-65 долларов. И сейчас мы с вами пришли ровно туда, куда я и планировал. Лично я сейчас лестнику закупаю биткоин-голд. Я его закупил по 70, по 65, по 60. Поставил ордера ниже. И вообще сейчас торговля на альдах это самое оно. Довольно многие меня спрашивают по поводу вот этой вот криптоконференции, которая будет, которая якобы все время отправляла биткоин-голд. Друзья, я думаю, сейчас это будет довольно такой нехилый развод. Понимаете, в прошлых годах этой криптоконференции сопутствовали еще довольно значимые события, с которыми был, собственно говоря, связан рост биткоин-голд. Сейчас, кроме там очередных заявлений Golden Saves и каких-то очень слабых инструментальных новостей, мы с вами ничего не видим. И я думаю, это будет отличная ситуация, когда, может, будет побрить, как говорится, неогревшие умы к криптовалюте, которые из чего-то там взяли, что из-за этой конференции будет рост. Ну и, соответственно, они на этом потеряют. Лично я считаю так. На данный момент мои рекомендации, они довольно просты. Если вы не шибко рисковый, то биток надо закупать где-то по 8200 плюс-минус, даже несмотря на то, что мы можем пойти еще ниже. Если более рисковый, зоны закупа для биткоина 7600-7700. Но акцентирую, что до них мы можем не дойти. Ну и, разумеется, альткоин-альткоин. И сейчас в самом таком прекрасном моменте для закупа, да, они, возможно, еще просят отходы же, ну, это просадка в корне глобально. Как уже я в прошлый раз вам рассказывала, они уже нам показывали свое дно. И поход там ниже этого дна, но он маловероятен. Даже если мы будем у него биться, там такие зоны в поддержке, что мама не горюй. Да и, в принципе, в эти зоны мы с вами можем биться только в тот момент, когда биткоин у нас будет пробивать зону 6000, что, ну, лично я считаю, маловероятно. Да, откат 7600 вполне вероятен, поход ниже, ой, навряд ли. Слишком уж там серьезные полки в поддержке. Я стараюсь вас очень оградить от потерь. Понимаете, я действительно даю вам довольно аккуратные рекомендации. Ну, просто потому, что этот рынок, наскоком его нельзя. И все, что требуется от вас, это проявить, ну, чуточку терпения, чуточку выдержки. Как я уже неоднократно вам говорил, только такие люди будут на этом рынке зарабатывать. Да, я где-то пропускаю зоны, но, как вы можете смотреть по тем же моим ордерам, я собираю профит, даже закупаясь, может, чуть выше дна, продаваясь чуть ниже верха. Но я все равно везде в плюсе, в основном. Я не хочу, чтобы вы торговали точно так же, как я. Я не хочу, чтобы вы прислушивались к моим советам. Даже, на самом деле, этот канал, он больше для меня. Он всегда был таким. И если я действительно делаю что-то рисковое, я всегда говорю, ребята, я сделаю так, а делать, как я, или не делать, это исключительно ваш вопрос. Ладно, друзья, подведем итоги. Лично я считаю, что альты сейчас надо закупать, и битку еще надо ждать. Вариант шарта довольно опасный, поэтому, ну, навряд ли сейчас стоит шартить. Ладно, друзья, спасибо за внимание. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь, оставляйте свои мысли в комментариях. Работаем.